Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры растения против зомби и у нас на очереди шестая миссия третьей главы. В предыдущем уровне мы получили новое растение это острый перец за 125 монет. Мы его сейчас включаем в список наших вооружений на миссию. И по-видимому нам от чего-то надо отказываться. Я думаю, что можно отказаться от водорослей. Вместо водорослей вполне сойдет и кабачок, который может заменить также и бомбы картофель. Мест всего лишь 7, а растение новое мы получаем почти каждую миссию. Когда-то казалось, когда мы получили 7 мест в 7 слот дополнительные за 5000 долларов, что совсем стало просторным в нашем списке. Но, как я уже сказал, мы постоянно получаем что-то новое. И нам надо от чего-то отказываться. Мы, кстати, можем купить 8 слот, но он стоит 20000 долларов. В мини-маркете от Дэйва там есть много чего интересного. И самая такая вот ближайшая цель, самый такой минимальный ценник это 5000 долларов, по-моему. Это сдвоенный подсолнух, либо же мы можем купить горох-пулемет. Я думаю, что нам сейчас надо копить на сдвоенный подсолнух и отказываться от высадки второго ряда подсолнуха. Это, во-первых, занимает время и также занимает дополнительную территорию, на которой бы мы могли что-то полезное посадить. А сейчас у нас идет первый зомби на первой линии, и мы на пути его исследования ставим бомбу-картофель. Высадили уже один ряд подсолнух, а сейчас нам надо посадить второй. И уже доступно для высадки острый перец, который сжигает всю линию. У нас это растение есть во второй части, но, к сожалению, уже оно стоит реальных денег. Если в мини-маркете мы можем покупать за деньги, но виртуально, то уже во второй части это такая больше уже игра, которая требует реальных денег. И в этом огромный минус. Но зато там во второй части есть тоже много чего интересного, то, что нет в первой части. Вот как раз, значит, сдвое на подсолнух, насколько я помню, мы получили еще в Ancient Egypt в первой главе, во второй части абсолютно бесплатно. А тут нам надо копить довольно-таки долго. 5 тысяч долларов мы копили, если сравнивать с первого уровня на седьмой слот. Это заняло продолжительное время. Но если мы будем получать алмазы, алмаз оценивается в тысячу долларов, то вполне вероятно, что мы очень быстро накопим уже на сдвоенный подсолнух. Мы сейчас тем временем практически высадили один ряд ледяного гороха. Уже у нас есть плантация, состоящая из подсолнуха. И уже у нас достаточно денег. Мы можем посадить уже и бомбу вишню и острый перец. Так что мы можем встречать зомби во всеоружии. Впереди мы сейчас посадили как вверху, так и внизу зубастик, который бы быстро смог останавливать противников. Наиболее быстрых. А медленных убирает у нас ледяной горох. А к нам сейчас всплывет зомби с колпаком, но я думаю, что гороха будет вполне достаточно. Садим сейчас еще один зубастик на второй линии. Зубастик в начале поля отлично себя показал. Несмотря на то, что он очень уязвим, мы можем фактически высаживать такой тандем одним за другим. И каждый зубастик может подстраховывать, если что. Я думаю, что три зубастика на одной линии будет вполне достаточно. Во всяком случае, в предыдущих миссиях зубастик таким вот образом отлично себя показал. Один, конечно же, в поле не воин, но когда их много, то это уже сила. У нас сейчас на второй линии идет такой вот... Не идет, он даже едет на таком вот катке. Это машина, которая создает лед. Я проходил первую часть не до конца, но вот до этого момента дошел. Насколько я помню, за вот этой вот машиной потом едет такие вот сани, это как бобслейная команда. У нас сейчас будет компания Ice Age, если верить утечке, которая произошла. Я видел в ютубе, кто-то скинул скриншот по поводу новой компании во второй части игры. И вполне вероятно, что данная команда будет... Вот этот каток, а за ней будет идти значит... Команда бобслейя. То есть зомби на санях будет к нам идти. Я думаю, что данные противники вполне могут появиться. Но появится или нет, мы уже узнаем в самое ближайшее время. Думаю, что уже в начале января выйдет как минимум первая часть вот этой вот компании. Возвращаемся сейчас в игру. Мы уничтожили большую группу с помощью бомбы вишни. У нас уже есть практически в каждом... на каждой линии по три зубастика. Горох, я думаю, мы высаживать уже не будем. А вот зубастик вполне можем высадить еще. На четвертой линии у нас тут было несколько кабачков. Один сквош затопил зомби. Я думаю, что как только сработает второй сквош, мы вместо него посадим еще зубастика. идет к нам очередная партия зомби. Так, у нас тут должен активироваться сквош на четвертой линии. Ну, как только я посадил сквош, у нас фактически они оба сработали. И вместо них мы сейчас посадим зубастика. На нас надвигается большая волна, это уже финальная. Едет снова машина, мы тут садим острый перец, но зря оказывается зубастик. Я, честно говоря, думаю, что зубастик с ним не справится, но очень так легко одолел его. И фактически острый перец прожег линию абсолютно впустую. Во всяком случае, будем иметь представление. Хотя мы неоднократно его садили в бонусных компаниях во второй части. Убираем сейчас последнего противника, проходим данный уровень и получаем новое средство. Это колючки за 100 монет. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok